слушаем толь аудио 1-1 давание смысле жизни вообще ни о чем таком я никто звать не как для своих брат ишь можно просто ишь можно просто хуй можно просто никто в общем хуй пальто по сути я тоже так про себя говорю да как к вам обращаться как как эй хуй блять обращать вот так предлагаю людям они в шоке это обычно когда я прихожу на съемочную площадку владимир каком не они где-нибудь там кафе в старбаксе как вам можно обращаться и хуй иди сюда кофе готовы тип того блять забирай свою жрачку блять предлагаю так прикалываюсь очень коротко чем мутим из слов сплетаем корзинки мне любопытно о каком таком самом деле говорит тот кто вещает из тела владимира эпифанцева на мой взгляд никакого самого дела быть не может а что скажет тот кто ответ знать может либо больно то есть ты хочешь чтобы я сейчас что я не понимаю владимир зачем ладно давание очень коротко чем мутим из слов сплетаем корзинки мне любопытно о каком таком самом деле говорит тот кто вещает из тела владимира эпифанцева на мой взгляд никакого самого дела быть не может а что скажет тот что ответ знать может так на самом деле на самом деле это то что происходит вот прямо сейчас на самом деле она прям вот родилось как прямо сейчас родилось для кого-то на самом деле это его убеждение или его возможность оправдаться или возможность его скрыть вдруг то, что о своей намерении или то, что вдруг он случайно проболтал. Я, блядь, сейчас бы подрочить. На самом деле я не люблю или что такое, типа, форма скрытия какие-то шероховатости в своей речи. Но на самом деле, на самом деле, и до бесконечности. На самом деле, на самом деле. Да, его нет. Ну а что, ты тут же Америку что ли открыл? На самом деле нет. Но его ничего нет. Это же игра. То, что на самом деле, это как в детской игре дети говорят. Но на самом деле, я не тот. Я не зайчик. На самом деле я волк. Но на самом деле я не волк. На самом деле я слоненок. Но на самом деле я рыбка. Но на самом деле... Бесконечно, ребенок, да, может, что там для него на самом деле и я этот факт осознаю и собственно с не спорю с этим нет никакого на самом деле ты прав но на самом деле она есть она его и нет она есть вот что-то выбираешь что она есть тебе удобно копаться вот в этой гипотезе которую ты можешь с которой который ты можешь что-то там пользоваться или кому-то ее внедрять чем ее польза тебе нужно это зачем чтобы удивить кого-то что типа на самом деле не существует но и так понятно мы говорим что это и реальности вообще не существует что она все как бы иллюзии мы ее создаем только сейчас так чё там в ней может существовать ничего в ней ничего нету и не нас и на самом деле мне нету и всего остального в ней тоже нету все наш ум сочиняет 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 вот поэтому что-то америка то открываешь все время такой вот я считаю так то всем и тебе самому посрать на что ты считаешь другу дело в другом интересно ли то что ты считаешь это полезно для нас сейчас мы принимаем это как продолжение игры в которую мы играем или нет или ты будешь тут всем сейчас ну портить праздник вот в чем дело это к вопросу почему тебя блокируют все там уж ты влезаешь в цене отчаешь портить праздник людям не так не портишь мне мне норм вот я уже как бы тебя принял и мне нравится все что что ты говоришь и общаюсь с тобой с удовольствием сейчас мод весь твой вопрос был искренне вот я думаю что получил нанимать учет дальше развивать эту тему ты прав но нужна ли это правота сейчас кому-то зачем она в какую пользу нанесет и прямо только порушительную функцию имеет ты какую пользу хочешь сотворить сейчас данный момент утверждая что вот мой речевой оборот или там кого чей-то речевой оборот поправляя его там вместо одеть надеть говорит одеть какая тебе разница вот просто заметь что твой ум таким образом настроен что ты-то приебываешься каким-то вещам приебываешься начинаешь вот себя выпячивать демонстрировать свои вот какие-то вот убеждение или там что твои какие-то открытия если ты считаешь что ты должен нести такую разрушительную функцию то ради бога и с теми кто тебя будет терпеть наверное ты найдешь общий язык а те кому это не понравится тебя будут блокировать в общем вот и все зачем вопрос чего-то добиваешься ты тебе нужен ответ на этот вопрос или ты задаешь его для чего-то для другого ты сам себе честно ответь почему-то задаешь этот вопрос что тебя заставляет все время вот влезать и задавать комментировать какие-то вещи кого-то там задевать зачем ты это делаешь подумай вот если те это в кайф другое дело это вообще если тебя это прет от этого классно наслаждайся только знай что вот так такую реакцию ты будешь встречать от окружающих неприятие неприятие не принятие владимир зачем мне еще девушки если у меня уже есть прекрасная девушка слушай а что делать установками которые внутренним компасом который тебе говорит здесь плохо вот здесь хорошо вот здесь правильно вот здесь нет когда ты понимаешь что ты по сути решаешь сам это все хуйня что делать с этими установками что ты с ними делаешь я не знаю что хочешь то и делай если тебе нравятся эти установки это как ты их себе принял как некий твой внутренний голос как твою интуицию то и работай с ним если они тебя ведут освещают тебе твой путь и действительно подтверждают какие-то твои гипотезы убеждения и создают ту реальность улучшают тебя создавая лучшую версию тебя то про почему нет иди за ними мне нравится понимать что это игра мне нравится понимать что это работает до тех пор пока это радует меня и окружающих как только это начинает доставлять дискомфорт как мне так и другим людям я эти установки меняю выбирают другие но бывает и так что тебе все равно в кайфу что это что ком тебе пофигу что кому-то это доставляет неприятности тебе кажется что доставлять неприятности людям своими установками это правильно ну проделать значит знаешь что будешь встречать отпор с тобой будут тоже бороться те тоже будут бить по башке за твои установки тоже может возможно убьют вообще тебя просто должен знать ты выбираешь или такой путь на есть как воин выбирает путь воина что он воин ему нравится биться ему нравится вот уничтожать без всякого без всякой причины и идеи потому что это его путь путь воина уйти бороться и все для него все для него это враги это препятствия и он их не ненавидит он их наоборот уважает свои препятствия с ними взаимодействует он воспринимает врага как дар ему в этой жизни и с ним бьется но он точно он знает что он может за это гибнуть и принимает это вот так весят люди которые кидают мусор из окон авто на природе в городах вообще везде как без агрессии убедить людей что это плохо и не гадить там где живут ну прежде всего не гадить самому если ты на это обращаешь внимание то сто процентов ты делаешь то же самое и по тассе тема вот этим что ты обращаешь внимание на это скрыть это в себе возможно ты не гадишь вот так в открытую возможно это происходит интеллектуально возможно это происходит ну какими-то эмоционально возможно вот каким-то образом нарушаешь чей-то порядок и мусоришь возможно и в своей голове какими-то мыслями начинаешь это наблюдать засираешь свой дом здесь я обращаюсь сразу внимание на то что кто-то засирает мне неприятно когда кто-то бросает передо мной бучок на моей территории до окорок и вот сегодня обратил внимание группа людей заходили сюда в доме бросили окорок если бы они сделали при мне это я бы с ними повзаимодействовал не грубо я бы не наехал на него ну я могу так сделать но мне было бы интересно это сделать по-другому я бы попросил бы его обратить на это внимание чуть-чуть бы уделил ему больше времени чем раньше например здесь курки брали живую и банан взял выкинул блять и сейчас ебало тебя разобьет так тоже можно напугать но ничего не изменится он всегда будет кидать я ему скорее какую-то не знаю метафору расскажу причу блять пообщаюсь с ним скажу ну по-доброму как-то то есть моя задача войдет сделать это так чтобы она пониманию произошло произошел контакт произошел его его пробуждение чтобы он был благодарен мне за это вот чем фишка чтобы он не не почувствовал себя оскорбленным или за одну же задето его самолюбия не было чтобы он сказал о какой интересный был сейчас эпизод в моей жизни я пообщался с человеком и он мне рассказал нечто большее чем просто указал на то что я насрал возле его дома это было интересно я даже не думал что такое может такое ощущение могло меня посетить мне было и и я бы сам был рад если бы так произошло просто рад потому что произошла бы случилась бы такая игра между нами и это интересно и это было бы больше чем мы было то что мы спасли бы эту территорию от грязи и мусора мы бы создали какую-то цепочку которая дальше бы развивалась цепочку мыслей цепочку ощущения интересного нового потому что это новое ощущение так люди не взаимодействует обычно люди сразу реагируют эмоциями а вот как ты неважно то что он сделал этот человек на мусорил там кинул важно то как ты на это реагируешь и и как ты эту реакцию свою создаешь от чего найдет от эмоций твоих животных или ты постараешься из этого сделать что-то интересное игру новую создать для себя реальность в этот момент здравствуйте владимир у меня к вам вопрос относительно вашего раннего творчества фанатом которого я являюсь у меня сборник ваших работ начиная от рекламы тайт или рекламы в рыло ребятки напоминаю что мы здесь сегодня аудио вопросы только все что вы пишете я боюсь вот если вы хотите чтобы я на это ответил есть у нас еще несколько минут 10-20 сформулируйте коротко свой вопрос и запишите его в аудио и то что я успею я прослушаю на них отвечу заканчивая работой путь анджела или той же нуарной сценой это и норвег что ли у тебя у норвежский акцент текст алины витухновской зачитываете почему сейчас вы этого не делаете почему я не не зачитываю алину витухновскую вопрос очень непростой я был в неком анабиозе так скажем семейной жизни из него долго выходил и потом у меня начиналась новая жизнь долги это процесс вращивание личности или пробуждение это вопрос связан не только с чтением стихов алины витухновской это еще и вообще вопрос с моим творчеством экспериментальным творчеством это моим театром которым я занимался в определенный период своей жизни театральными экспериментами я просто почувствовал какой-то момент сейчас что мне это не так важно выражение мне казалось что гораздо интереснее выражать себя вообще в жизни в этом моменте ну во первых понять кто ты есть зачем живешь как стать счастливым прежде всего потому что быть творцом делать какие-то вот вот эти вот поэтические видео будучи во всяких самокопаниях и полудепрессивных состояниях это не захотелось мне вдруг повторять участь многих художников которые доводили себя своим искусством и творчеством до сумасшествия и сейчас когда вот какой-то свет во мне появился не какой-то а просто все засияло какой-то я ничего более в жизни ни о чем не мечтал кроме как о том что у меня сейчас это воплощение моей самой заветной мечты которую вот я не мог оформить словами не мог выразить все что я выражал свои идеи доктрины у тебя была ложь моего ума которая пыталась изъебнуться провозглашая какие-то манифесты искусства и нахуй которые никому не нужны а что истинное во мне внутри было что вот по-настоящему у меня мне было важно и нужно я это никак не выражал я это выразил и сейчас этим наслаждаюсь и теперь все что связано с такими вещами как стихи Алины Витухновской или там творческие мои эксперименты лаборатории это всего лишь стало атрибутами моей жизни оно может быть а может быть и не быть я что-то делаю а что-то пока откладываю как и раньше на потом а что-то вот беру отрываю жопу и начинаю делать как вот клип который я сейчас сижу и монтирую он не менее кстати кровавый чем на стихе Алины Витухновской и это совместная работа с шведской группой Орда Розарио Клибрио которую я продолжаю они мне дали такой пинок под зад предложили снять клип я вот сейчас работаю над этим произведениями оно очень впечатляющее конечно там нет нет моего моей вот этой вот меня как художника ну я имею ввиду как вот личности да которая вот вещает и с собой себя что-то изображает но это я все равно я вот здесь вот такой и Алина Витухновская буквально неделю назад была у меня в гостях уже второй раз и еще принесла мне кучу своих книг и хорошо что мне напомнил я буду сейчас опять об этом думать потому что мы как раз я как раз сейчас сгорелся ее новыми стихами и хочу опять из этого что-то поэкспериментировать с этим что-то найти какой-то новый способ для себя интересный прочтения ее стихов и сейчас как раз я вот ей может быть выложу даже здесь я сидел с книжкой читал ее стихи она здесь сидела не изменилась вообще такая же сумасшедшая ну в хорошем смысле вот так что алексей кор жди будет скоро опять Алина Витухновская это действительно очень весомый и очень яркий эпизод в моей жизни это вот работы на стихи Алины Витухновской два стихотворения которые я сделал они действительно для меня были очень это как трип для меня был так что все это продолжается ничего это не закончилось надеюсь я тебя обрадовал